Для тех, кому жилье по закону положено, но получать его рано, сегодня прошла интеллектуальная игра. Для детей из детских домов в Кирове уже в шестой раз организуют развивающий марафон «Ума-палата». Причем его цель не только развлекательная и образовательная. Что дают детям подобные игры, расскажет Надежда Шабалина. Ребята из команды Тужинской школы-интерната уже можно назвать опытными участниками. В интеллектуальной игре «Ума-палата» они участвуют в третий раз. Прежде чем попасть сюда, они прошли отборочные туры в своих школах. Лучшие попали на финал игры. Оля Огородова, капитан команды, рассказывает, сегодня в Киров они приехали за победой и, конечно же, за новыми знаниями. Мы познаем себя, мир и узнаем, насколько широк наш кругозор. Я считаю, что это очень полезная игра. Она помогает нам мыслить, общаться с людьми даже легче. Когда много знаешь, интереснее общаться с людьми. И не только общаться. Игра «Ума-палата», которая в этом году собрала на одной площадке сразу восемь команд из разных уголков области, в очередной раз поможет детям из детских домов самому главному – адаптироваться к окружающему миру. Самый такой долгоиграющий, постоянно действующий проект – это проект «Вернуть детство». И он направлен на то, чтобы мы с вами не просто помогали воспитанникам детских домов, школ, интернатов, а чтобы мы развивали этих детей. Вот не просто привезти и отдать подарки, вот помощь детскому дому – это как бы уже вчера. А вот сегодня – это социальные лифты. Уже шестой год подряд игра проходит в рамках проекта «Вернуть детство». И каждый раз перед организаторами стоит одна цель – помочь детям из детских домов. По окончании игры все участники получат не только памятные подарки и грамоты, а также опыт и уверенность в будущем, которая так необходимы во взрослой жизни. Надежда Шабалина, Александр Бабков, Бюро новостей Довича.